всем привет дорогие друзья добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня мы с вами приготовим вкусненькие кабачки в остром соусе это очень вкусно мы уже продегустировали его на нашем мукбанк канале ссылочку на мукбанк канал оставляем вам внизу в описании под этим видео переходите дегустируйте вместе с нами и готовьте конечно тоже вместе с нами также кто еще не знаком с нашим семейным каналом ссылочка внизу в описании под видео переходите знакомьтесь совсем недавно мы переехали в турцию и все эти замечательные рецепты снимаем для вас из нашей турецкой квартиры ну а сейчас оставайтесь со мной и вам подробно расскажу как приготовить вкусные кабачки в остром соусе мы начинаем чтобы приготовить кабачки в остром соусе мы с вами сегодня возьмем полтора килограмма молоденьких вот таких замечательных кабачков острый перец по вкусу я сегодня возьму один стручковый острый перец он у нас очень мега злой поэтому достаточно будет одного перчика вы ориентируйтесь по своему вкусу и по своему перцу наш перца тоже бывают разные две морковки у меня получились общим весом 250 грамм также нам потребуется неполная головка чеснока здесь у меня 50 грамм 1 столовая ложка соли 100 грамм сахара 100 миллилитров девяти процентного уксуса и 100 миллилитров растительного масла для начала нам необходимо очистить чеснок и нарезать овощи чтобы легко очистить чеснок мы делаем следующим образом удаляем вот эти внешние пленочки из чеснока разделяем чеснок на зубчики зубчики чеснока отправляем глубокую чашку вот так далее нам чеснок необходимо залить крутым кипятком так чтобы он полностью был погружен в воду буквально 5-6 секунд в воде держим чеснок и воду сливаем через сито вот так а дальше друзья смотрите берем зубчик чеснока и вот таким вот легким движением раз два три очищаем чеснок посмотрите какая красота легко и очень очень просто таким образом сейчас полностью почищу чеснок затем покажу что будем делать с вами дальше чеснок я весь почистила кончики чеснока срезала пока убираю в сторону далее нам необходимо подготовить прокручивание через мясорубку морковку что касается перца мы просто отрезаем вот этот вот хвостик все остальное будем перекручивать прям с семенами что касается морковки просто разрезаем на удобные для нас кусочки которые легко поместились бы в мясорубку все морковка подготовлено перец тоже берем дальше мясорубку берем сеточку для мясорубки я беру вот такую минимальную подставляем чашку и прокручиваем подготовленные заранее сначала чеснок после чеснока в мясорубку отправляется острый перчик после перца будем прокручивать морковку все друзья морковку у нас тоже перекручена сейчас я извлеку все что у нас осталось внутри дорежу ножом при необходимости и затем вернуть к вам покажу что делать дальше морковку перец и чеснок я прокрутила вот такое количество у меня получилось пока убираю в сторону займемся кабачками что касается кабачков от кабачков срезаю несъедобную часть вот так экономично и дальше можно нарезать кольцами либо вручную примерно по три миллиметра толщиной я буду это делать на своем любимом станке беру чашу и устанавливаю станок и вот так легко и быстро режу кабачки толщина посмотрите примерно три миллиметра вот такими вот кружочками нарезаем кабачки когда моя рука уже приблизилась к лезвием я аккуратно беру вот за вот этот кончик и продолжаю аккуратно медленно не торопясь разрезать кабачок все когда остался один хвостик хвостик выкидываем таким образом сейчас полностью нарежу кабачки затем покажу что делать дальше все друзья кабачки я все нарезала вот такое количество у меня получилось дальше делаем следующее берем кастрюлю или казан в которой мы будем готовить наш салат отправляем в нее 100 миллилитров растительного масла 100 грамм сахара столовую ложку соли 100 миллилитров девятипроцентного уксуса и все хорошо перемешиваем сюда же отправляем перекрученные ранее морковку чеснок и перец острый далее отправляем на плиту на максимальный огонь как только все это дело у нас закипит варить морковку будем в течение пяти минут и так морковку с маринадом мы поставили на плиту дожидаемся закипания морковка с маринадом закипели засекаем с этого момента ровно пять минут не забываем перемешивать итак друзья прошло у нас ровно пять минут увеличиваю газ я уменьшала газ сначала до среднего потом до минимума чтобы морковка с маринадом кипели умеренно и аккуратно перемешиваем теперь кабачки кабачки перемешиваем аккуратно стараемся их не повреждать чтобы кабачки у нас хрустели долго мы их варить не будем дожидаемся когда все опять снова зашкварчит у нас закрываем крышкой уменьшаем газ до среднего и как только все закипело снова с этого момента засекаем 15 минут периодически не забываем все хорошенько перемешивать и так друзья прошло у нас ровно 15 минут отключаем газ хорошенько еще раз перемешиваем и можно наш салатик теперь отправлять в стерилизованные банки и закручивать пойдемте к столу все друзья дальше наш салат необходимо отправить стерилизованные банки банки я стерилизую следующим образом чистые банки помещаю холодную духовку разогреваю ее до 160 градусов с момента как духовка разогрелась а засекаю время и в течение 15 минут стерилизую банки крышки я кипячу в сотейнике в течение 10 минут после закипания вот таким образом заполняем наши банки салатом использую вот такую воронку с широким горлышком для закруток далее кабачки наши закрываем стерилизованными крышками крышки как я уже сказала в течение 10 минут после закипания я кипячу в сотейнике дальше вот так хорошенько закручиваем одной рукой держу банку 2 хорошенько закручиваю и переворачиваю вверх дном таким образом сейчас мы поступим со всем оставшимся салатом пока у нас не закончится полностью салат будем заполнять банки итак друзья салат я полностью закатала ровно три 600 граммовые баночки салата у меня получилось далее салат наш закрываем одеялом и оставляем при комнатной температуре до полного остывания чуть позже я еще включу камеру мы откроем с вами одну банку еще раз покажу как это аппетитно выглядит и мы с вами с алексеем продегустируем этот салат на нашем мукбанк канале итак друзья посмотрите вот такой аппетитный салат у нас с вами получился выглядит он просто шедеврально вы только посмотрите нам уже с алексеем не терпится попробовать его на нашем мукбанк канале куда мы вас всех и приглашаем ссылка как всегда внизу в описании под этим видео но это видео если вам понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова